Четыре танкиста и собака Оператор Румуальд Кропот В роли Яна Каянуш Гайес В роли Григория Владимир Шпресс Директор Еженетецкий Режиссер Конрад Наленский Катя Нина Рай Тамара Тамара, я тебя люблю Эй ты, сандомерский джигит Заворачивал бы лучше машину, а не девушкам голову кружил Шарик Кто первый уедет? Ты, я, ты, я, ты Возьмите меня в Калабжек Вы куда? Калабжек Нет, мы прямо на запад О, то, что надо Огонек Это письмо от меня Я его послала из госпиталя И оно вернулось за тобой в госпиталь Я его взяла с собой, я хотела, чтобы ты его прочитал Когда я выздоровлю? Нет Ты знаешь А это для тебя Ну, смелей, смелей Поцелуешь твое На войне твое, что сам добудешь Ну, вот, струсил Героем тебя никак не назовешь Эх, целуй ее скорее, нам пора Я бы его научил Эх, герой, герой Времени мало Что, струсил? Нам нельзя медлить Ну, ладно Ну, будьте здоровы Да Давай Передай привет Ольгерту Рыжему Если бы не война Если бы в Польше был такой обычай Я бы хотела танцевать для тебя Если бы ты захотел меня поцеловать Я бы не стала защищаться Но в письме Всегда человек смелее А помимо этого Мы уже, пожалуй, никогда не встретимся Пусть тебя оброняемые мысли защищают от пуль Маруся, огонек Янек Эта машина нам, пожалуй, пригодится Мы из политотдела фронта А мы перекрестный патруль Документы Как собака в такую будку поместится? Я не могу им дать никого Разве что сами договорились Что здесь происходит? На помощь Заберите этого разбойника Сюда нельзя водить собак Вы слышите? Но мы в Калабжек Иван, помоги мне Ну забери его Иначе я буду стрелять Ой, он на мою крошку загрызет Прощай Будь здоров Не забывай, Самарочка Иван, ну Иван Выходите Крошка, как ты можешь? Где-то чужая собака Шарик Крошка, иди сюда Почему вы врываетесь в чужой дом? Взводный елень сообщает О прибытии трех польских танкистов Вылезайте Я вас под суд отдам Оставьте их в покое, Иван Вылезай сюда Ну Я что сказал? Мы можем слезть Почему нет? Без шапки нельзя Да пусть уж останутся Оставь их в покое Мягкое у тебя сердце, Наташа Если на каждом перекрестке Мы будем брать пассажиров Куда вы едете? Калабжа Мы тоже Ну, Наташа Проси гостей в салон Смеха Что за зверинец? У вас тут, может быть, и слон есть? Нет, нет Это никакая не военная тайна Это просто фронтовой цирк Мы едем выступать в танковую армию Здесь у нас салон Здесь спальня Мы все это устроили в трофейной машине Пожалуйста Хорошо у вас здесь Как дома? Григорий Саакашвили Григорий, пожалуйста, к столу Григорий Григорьевич Григорий Григорьевич Все чудесно складывается Потому что мы как раз чай пили Чай пьешь, долго живешь Ну, у вас новый комедиант Шарик, возьми дядю Яныка А он не тронет крошку? Шарик, ну что вы, нет О, крошка, ну Старик! Старик! Ну что, я старшина, старшина Ну что, здорово? А мы теперь дивизионные разведчики До свидания, в Терлине! Счастливого пути! А куда мы, ребята? Не в Берлин? Нет И что, Гданьск надо освободить? Жаль, что не голубже А почему? Ну что вы делаете? Какая разница? Разница, разница, большая разница Садись ты Нет, это не наш А нашим сейчас Ольгерт Интересно, из какой он части? Нет, это не наш Парахло! Попробуем? Можем попробовать Вместе, вместе Разом! Ну хорошо, давай Только не надорвись Ну давай, я все трубаю Еще немного Ну еще, еще Держи, держи Держи выше Хорошо Там кто-то бегает Смотри О боже, немцы, шарик Прячься Брось, Наташа, автоматы Давай, Наташа, скорее автоматы Ну, глупая баба Давай же, скорее ПП-шку Брось ты ее Крошка 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 Остап Стой Взвод первый На правое шоссе На правое шоссе Есть первый взвод На правое шоссе Второй взвод Есть второй взвод Налево бегом марш Пулеметы Есть пулеметы Вперед 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 Минометы Прицел двести Есть прицел двести Атаковать с фланга Крошка Атаковать с фланга Крошка Атаковать с фланга Леутнант Я им 1.5 компания Уда Машин Гвей Об Вперед 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 Ура Пулемет Лус Марш Пулемет Брось Пулемет Огнём! 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 Парлет! Парлет, сомнайся! Ну, подождите. Огнём! Кто breкнём, во всём говорит! Ш regал! Вы приколадены! Мы собрать Jesus besонку! Огнём! Мы собрать Him! Мы собрали! Огнём! Что лучше? КОНЕЦ Ольгерд, пару километров отсюда, а мы здесь. Хорошо, хорошо. Ты, тяжело было? Что, друг? Тяжело было в Калабжеге? Пожалуй, тяжело. Каждый дом брали отдельно. А танки были? Народная артистка, лауреат бронетанковых войск Наташа. А Т-34 были? Отстань ты от меня. Только тяжелый, с 4-го полка. А бригада пошла на Гданск. Куда? На Гданск. Наташа Скобцева споет по-польски песню «Радиотелеграфистки». Наташа Скобцева. Аплодная артистка, лауреат бронетанковых войск. Погнал «Радиотелеграфистки». Наташа Скобцева. Аплодная артистка, лауреат бронетанковых войск. Наташа Скобцева. Мерт человечка. Отстань relevant в OWительнице. Тауна. Google ДИА. Почurdayной артистка, лауреат вистраня. О100 партистке! Грица Скобцева. Продолжение марта! Такого разума. Погоди вigната стать грица mistakeя. Недый не буйся, Не взьь мне в длину. Пломерясь, гния. Жду, прийди. Жду, прийди. Жду, прийди. Жду, прийди. Жду, прийди. Жду, прийди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, да? Пошла советская танковая армия и наша бригада АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я здесь жил до войны. Отец сражался на Вестерплатте. Вот теперь я, кажется, понял, что ты как бы с цепи сорвался. Боюсь, что для тебя войны не хватит. Ну. Пошли. Экипаж в машину. Ну, хорошо. Ладно. Не сдавайте, не сдавайте. После войны обязательно приезжайте к нам в Ташкент. Там тепло, хорошо. Конечно, всем экипажам. А ваш лейтенант тоже такой вежливый? Ну, лейтенант, он, правда сказать, ну, как сказать... Он, это, ну... Правда, Янек? Он из нас лучший. Ну, давай, ну... Так, так, так... Ребята! Ребята, там стоит Рыжий. Где? Где? Я очень извиняюсь, там Рыжий. На штанг! Ребята, ребята, что... Что они с ума посходили? Наташа, объясни толком, что за Рыжий. Ребята, ребята, подождите, куда вы? Что за черт? Ребята! Что там? Это же коз, елень и этот грузин Григорий. Рыжий. Холодный, давно не работал. Ребята! Ребята, бросьте это старье, получите новую машину. Сейчас пришли машины с пушками 85 миллиметров прямо с завода. Такие танки, что? А наш Рыжий. Чего он тут стоит? А вы еще не видели? У него с той стороны дыра. Размером так с кулак. Ничего из него не получится. Мотор поврежден. Ольгерд поехал за новым? Оставьте его в покое. Ребята, оставьте его, это рухлядь. Если хотите, вас подвезут до бригады. Мы здесь подождем, когда Ольгерд привезет. И покажем, чего стоит наш Рыжий. Нас сюда прислали с машиной, чтобы забрать радио, прицел, боеприпасы, орудия. Вообще все, вообще все, что только удастся. Что там, отец? Наши со вчерашнего дня в Гдыне еще немцы упорно защищаются. Но конец близок. Ольгерд поехал за новым мотором? Я думал, что вы знаете. Вехерова мы взяли сразу. С двух сторон, почти без потерь. Как только наши сюда приехали, за домики, то из засады стали стрелять орудия. Ну и ваш танк получил. Из мотора пошел огонь. Поручик Ярыш с огнетушителем выскочил на броню. Тушил пламя. Но очередью... Субтитры создавал DimaTorzok Это был их командир. Попрощайтесь с ребятами за нас. Ну, пожалуй, нам пора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гражданин полковник, сержант Кост докладывает о своем прибытии. Все в сборе. Только трое и собака. Я знаю. По нашему обычаю, вещи поручика Ольгерда Ярыша я передаю экипажу. Адреса семьи он не оставил. А этот крест я не успел ему вручить. Это за штурм и взятие Мирославца. Приказ пришел за день до его смерти. Минутку. Мы готовим приказ. Будете атаковать Аксиве. Немного вас осталось из бригады после последних боев. Но я дам вам новую машину. Гражданин полковник, мы бы хотели на рыжем. Мотор разбит. Машина демонтирована. Нет, нет, не демонтирована. Радиостанция хорошая. Можно поставить еще новый мотор. И мы должны на рыжем. Ну, а зачем это так? Читай. Дорогие, если вы только можете, если вы уже здоровы, то приезжайте как можно скорее. Я очень хочу, чтобы рыжий дошел до моря. Мы идем сейчас в сторону твоего дома, Янек. В то место, от которого все начиналось. Я жду, чтобы вас обнять и дать команду поехали. И еще более нетерпеливо. Я жду той минуты, когда я отдам приказ с машины, зная, что это уже последний приказ во время войны. Завтра будет солнечный день, температура около восьми градусов, увеличение облачности. Можно будет вытащить мотор из поврежденных машин, стоящих под кустом. Но болото страшное, даже с тягачом не дойдешь. Мы поедем. Ну, хорошо. А радиостанция? Готова. Как будете готовы, двигайтесь сюда и держите с нами свет. Так точно. Подойди. Покажи, где ваша машина. Здесь. Не будете ездить по грозе. Не успели бы и так до утра. А теперь иди, жди там, где твое место. Если успеете до восхода солнца, будете воевать. Так точно. Все понятно. Так что, позвать этого партизана? Дайте мне весту. Поручий Квест. Здравствуйте. Что вы знаете о бункере Б? Бункер Б. Он построен два года тому назад для противодесантной обороны. Вот здесь, у самого моря. На горе и в настоящее время это самый главный пункт сопротивления немецкой обороны. Поле заминировано, подход только со стороны моря. А у меня в дивизии один усач, специалист по разведке на тылах врага. Если не удастся нам добыть бункер ночью, придется разбить его огнем тяжелой артиллерии. За ними двинутся в атаку солдаты. Пан генерал, извините, гражданин генерал, я мог бы... Нет, это не ваше дело. Ведь вы же не знаете дороги через заминированные поля. Мне не доверяете? Вот именно. Если хотите, помогайте. Разбитый танк стоит здесь. Слушайте, чем быстрее гвардейцы привезут мотор, тем лучше. Покажите дорогу, сейчас каша. Здесь наша, здесь немцы, ничего не известно. Теперь как золото. Даже больше, как кровь. А бункером уже мои займутся. Стой, стой! Стой, стой, Шарик! Где лазишь, Званьцовый? Где ты лазишь? Сюда! Тарнен! Шнелер! Тарнен! Стой, тарнен! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я жду еще одну минуту Шарик, взять! Субтитры создавал DimaTorzok Магнем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошая машина. Ну, махнем. Ну, махнем. Ну, махнем. Хорошо. Ну, махнем. Ну, ты что, сдурел от скуки, что ли? Не от скуки, а от голода. На востоке фронт, а на западе спокойный городок. Ну, как? Не дают? Дадут. Ты, наверное, принес что-нибудь поесть. Пирожками меня не угощали. Ну, не сердись. А где Шарик? Не знаю. Меня поймали эсэсовцы. Шарик меня спас, а потом канул, как камень в воду. Я должен был уйти, их было пятеро. Попал на мину или... Не знаю. Не может быть. Шарик и с чертом бы справился. Смотрите, кто-то двигается в нашу сторону. Вот сейчас его спросим, можно ли что-нибудь купить поесть. Здравствуйте. Я вижу, что вы здесь, на моем поле. Добрый день. Здравствуйте. Война дорог не убирает. Но я беспокоюсь не о зерне. Известно, что война. Я вижу, что вы тут целый день без еды работаете. Вот я вам и принес. Мы уже хотели в город двигать. Чтобы что-нибудь купить, поесть. Мы здесь ждем новый мотор. За деньги в городе ничего не купите. А ждать всегда противно. Мы ждали вас здесь пять с половиной лет. Ужасно было. Только зимой, сорок первого, сорок второго, когда к нам пожаловал Вест, и наш Кашубский коготь возник, тут уж начали происходить разные вещи. То полицейский пропал, то караульная будка сгорела, или мост в воздух взлетел. Пан Кашуб, а как было, когда наши пришли? Мы первый день из госпиталя. Как было? Хорошо получилось. Ваши танки раз-два и город заняли. А тот бедняк здесь остался. Поручник Ольгерт Ярыш. Это наш командир. Ольгерт Ярыш. Нужно будет запомнить, потому что, когда дождь буквы смоет, нужно будет поправить и детям рассказать. А откуда он был? Из России. Странная фамилия. Как будто польская. Потому что он был поляк. Его дед был повстанцем. Он был сослан царем. Ольгерт возвращался в Польшу. А этот Вест, вы говорили, что он поляк? Странная фамилия. Поляк. Партизанцы его так назвали. Это его партизаны так назвали. А как его настоящая фамилия? Этого я не знаю. И спрашивать не нужно. А если бы и знал, то все равно не сказал бы. Партизанское дело. Это его дело. Захочет, скажет, а не захочет. Что, мой горох вам не нравится? У нас в экипаже еще один. Он прошел с нами весь фронт. Сегодня он опоздал на обед. Он вернется и будет голодный. В фильме также снимались Пола Ракса, Януш Класинский, Тадауш Феевский, Кшиштоф Литвин, Йозеф Нальберчак и другие. Композитор Адам Валячинский. Конец седьмой серии. Конец седьмой серии. Конец седьмой серии. В ölзим 그 лицо. Композитор Адам Валянск. Конец седьмой. Ластя седьмой серии. Конец седьмой серии. Конец седьмой серии. Теперь он виноват. Субтитры создавал DimaTorzok